Девушки отдыхают И ничем особым не прославится Однако жены с этими несахарными и никчемушными как-то живут Что же произошло в семье отца народов, если его жена, Надежда Аллилуева, покончила с собой? И почему до сих пор ее трагическая смерть окутана клубком сплетен, недоговоренностей, версий и предположений? Задумайтесь, их больше десятка Покончила с собой Была убита, и убийца, естественно, сам Сталин Самоубийство из ревности Убийство, опять-таки, из ревности Самоубийство, как протест против политики, которую проводил муж Убийство по политическим же мотивам Аллилуева якобы предала супруга, связавшись с его оппонентами И он то ли убил ее сам, то ли приказал это сделать кому-то из своей охраны Версии, версии, версии Одна, другая, пятая, десятая Неужели установить истину не удастся никогда? 10 ноября 1932 года в газете «Правда» появился некролог В ночь на 9 ноября скончалась активный и преданный член партии товарищ Надежда Сергеевна Аллилуева Сразу за этим траурным сообщением крупным шрифтом был набран заголовок Дорогой памяти друга и товарища Еще ниже От нас ушла еще молодая, полная сил и бесконечно преданная партии и революции большевичка Память о Надежде Сергеевне, как о преданнейшей большевичке, жене, близком друге и верной помощнице товарища Сталина Будет нам всегда дорога Некролог был выдержан в обычной для советских документов такого рода стилистике И отличался от стандартных только тем, что первыми его подписали женщины Жены кремлевских бонс Екатерина Ворошилова, Полина Жемчужина, Зинаида Арджиникидзе, Мария Каганович, Ашхен Микоян И только потом их высокопоставленные мужья Газеты сообщили таким завуалированным текстом, что безвременно ушла из жизни жена товарища Сталина Безвременно Не подчеркивали этот факт самоубийства Самоубийство, как правило, не очень такое уж почетное явление в жизни человека Поэтому они написали так, что безвременно ушла из жизни Собственно, попытка свести все к традиционно уважаемому концу от сердечной недостаточности была Но, к удивлению Сталина, окончилась безрезультатно Вызванные к постели несчастные самоубийцы врачи отказались подписать фальшивое свидетельство о смерти В том числе среди них два врача, которые потом будут обвинены в том, что они отравили Максима Горького Это Левин и Плетнев И им было сказано подписать, что она умерла от сердечного приступа И оба эти врачи отказались это сделать За что потом и пострадали Прощались с Надеждой Аллилуевой не в традиционно приспособленном большевиками для этих целей колонном зале Дома Союзов А почему-то в магазине ГУМ Ни до, ни после ничего подобного не было ни разу Что хотел сказать или доказать этим Сталин – большой вопрос Но факт остается фактом Прощание было в ГУМе Почему-то Не знаю, я не помню, чтобы еще с кем-то прощались в ГУМе Вот тогда он оттолкнул гроб ее так, что гроб чуть не упал с постамента с такой силой Потом он плакал, сидел И вот тогда свидетели говорят, что Вася цеплялся за него и говорил, папка, не плачь Он очень плакал, да, да Это говорили, что он очень плакал, очень плакал Это как даже на мужчину не похоже, но говорят, что он очень переживал Она молодая была, очень хорошая, очень красивая Хоронили Надежду Аллилуеву не на Красной площади, а на Новодевичьем кладбище Траурная процессия, которая проследовала от ГУМа к последнему месту упокоения супруги Сталина Была красивой и торжественной Могилу вырыли не абы где, а на почетном участке номер один Похороны были очень пышные, катафалк, лошади вот с этими траурными плюмажами Или как там они называются, все это было организовано очень пышно Однако даже эта траурная процедура стала поводом для версий и домыслов До сих пор историки спорят о том, был Сталин на кладбище или нет Он шел за гробом жены или же это был кто-то другой Сталин приходил на прощание, на кладбище он не поехал Объяснений этому никаких ни у кого нет Почему он не поехал, это его личное дело Сталин участвовал в этих похоронах до самого последнего момента И что он и ком земли бросил в могилу, это тоже было зафиксировано Сталин присутствовал на похоронах Непосредственно, как вспоминал Иворошилов, как вспоминал Молотов Этим людям не было смысла врать Он реально плакал, они это очень хорошо запомнили Светлана Сталина пишет, когда он пришел прощаться на гражданскую панихиду То подойдя на минуту к гробу, вдруг оттолкнул его от себя руками И повернувшись, ушел прочь И на похороны он не пошел Кто прав, кто нет Мы в нашем расследовании пришли к некоторым выводам Но поскольку они основаны в первую очередь на свидетельствах родственников и историков То для начала просто приведем их На похоронах его не было И на фотографии там идет человек в длинной шинели Такой вот, там фотографии очень нечеткие Но это брат Надежды Сергеевны, Павел Алилуев Он входил в военном, он был военный человек Это не Сталин Это был Орджоникидзе А так как они похожи, сказали, что был Сталин Нет, он не был на похоронах И это на него очень даже похоже Говорили также, что за Сталина приняли еще одного близкого к семье Сталина большевика Авеля Янукидзе Который тоже носил полувоенную одежду и имел усы Кто был этот человек на самом деле Судя по всему, точно не знают даже самые близкие родственники несчастной самоубийцы Но все они единодушны в том, что самого Сталина на похоронах жены не было После прощания в Гуме он ушел к себе и более на траурной церемонии не появлялся Думается, более достоверного свидетельства трудно найти Человек, он был тяжелейший А иначе быть, мне кажется, не могло Каждая фигура, которая поставлена, так сказать, на вершину мировой орхестры Это по-своему Они все очень разные, эти люди Будь они великие физики, великие художники, композиторы, политики Это всегда очень сложно Очень сложно А то, что он был достаточно жесткий человек И то, что он был человек где-то внутренне Не могу сказать вздорно, это, может быть, было бы очень наивно Но, во всяком случае, человек, которого терпеть было бы очень трудно Несколько дней после похорон центральные газеты страны «Правда» и «Известия» Продолжали публиковать траурные материалы Письма, соболезнования, стихи, посвященные Надежде Аллилуевой На конец 16 ноября в «Правде» появляется особо выделенный материал Дорогой Иосиф Виссарионыч Напечатано именно так по-небратски Не Виссарионович Виссарионыч И далее В эти дни как-то все думается о вас Хочется пожать вам руку Тяжело терять близкого человека Мне вспоминается пара разговоров с вами в кабинете Ильича Во время его болезни Они мне тогда придали мужество Еще раз жму руку И подпись Н. Крупская Зная о том, как обхамил Сталин Крупскую Незадолго до смерти Ленина Начинаешь задумываться Какие именно разговоры Предавшие мужество Надежде Константин Не она имеет в виду А в свете этих раздумий И вся записка Опубликованная почти неделю спустя после похорон Начинает читаться совсем иначе В ней уже видится и некий Почти незакамуфлированный подтекст И откровенная издевка Мол, теперь и ты, усатый, знаешь, каково это Потерять близкого человека Да еще вот так, как это произошло с тобой Виссарио ныч Ну да не о Крупской И не о ее переживаниях сейчас речь Речь о ее тезке Надежде Аллилуйной На могиле которой ее муж, как говорят Появлялся считанные разы Сталин ни разу туда не приходил Но есть подтверждения В том числе и от Поскребышева Отряда других лиц Что он приходил Во время войны Ночью причем И сидел там, размышляя О бренной жизни Много часов На могиле Надежды Аллилуевой Еще в 1933 году был установлен Великолепный памятник работы Скульптора Шадра Именно он извоял знаменитый символ Женской красоты советских времен Девушку с веслом На постаменте Сталин велел выбить такую надпись Надежда Сергеевна Аллилуева Сталина 1901-1932 Член ВКПБ И чуть ниже От И.В. Сталина Однако сегодня на Новодевичьем кладбище Можно увидеть лишь его копию Да и то накрытую плексигласовым коробом В московском климате И в московской же экологии Белоснежный мрамор Из которого были сделаны и сам памятник И его заменитель Начал разрушаться Оригинал скульптуры сегодня хранится В Третьяковской галерее И как говорят знатоки Действительно достойны этого Знатоки иного рода говорят о другом О том, что на ночные хождения К могиле жены Причем десяток лет спустя После ее смерти Сталина подтолкнули угрызение совести Чувство вины Которым он терзался все эти годы Я думаю, что вот эта вина Которая не давала покоя Стали Я в этом я абсолютно убежден И потом разговоры со Светланой И как она мне рассказывала Он в последние годы очень был Как бы думал о ней много О Надежде Сергеевне Вот ее портреты появились вдруг в доме И много о ней говорил Много о ней думал Может быть это чувство вины Может быть это уже, ну, так сказать, старость Когда идет лента воспоминаний каких-то Одинокий диктатор Вынужденный доживать свои годы В окружении тех, кому от него Что-то было надо А не тех, кто искренне любил его Ой, я прям обрыдалась Прям такой бедный, несчастный Сам же довел девку до самоубийства Злая вы Я-то злая Какая же я злая Я на тот свет никого не отправила Хоть иногда и хочется очень А вот и товарища Сталина Руки по локоть в крови В том числе и в крови его несчастной жены А я вот в это не верю То, что Иосиф Сталин лично убил Или дал приказание убить свою молоденькую жену Не рискнул утверждать даже Никита Хрущев Который в процессе борьбы с культом личности Вылил на своего предшественника На посту главы советского государства и партии Немало помоев Так что все версии, основанные на такого рода предположениях Скорее всего, лживы Хотя жизнь устроена так причудливо Что все могло быть Слушайте, она ему надоела под конец Вот просто чисто по-житейски, по-мужски Она ему надоела Понимаете, со своим этим Честностью, со своими принципами А она вот так и осталась Со своими принципами Сергея Яковлевича Аллилуева Вот первых, так сказать, большевиков Бессеребренников Да надоело просто Вот и все Поэтому я думаю, что в любом случае Убил ли он ее или она покончила с собой Это была очень удачная для него смерть Действительно, Надежда Сергеевна Аллилуева Происходила из такой семьи Где принципы и коммунистическая идея В чистом, незамутненном жизненной практикой виде Были едва ли не главным Ее отец Сергей Аллилуев был старым большевиком В его доме еще до революции находили убежище Многие видные революционеры В том числе и Ленин Кстати, именно из дома Сергея Аллилуева Он и отправился в свое знаменитое турное В разлив Скрывался у Аллилуевых и Сталин Так он, собственно, и познакомился со своей будущей женой Впрочем, семейная легенда гласит Что впервые судьба их столкнула еще в 1903 году Когда Надежда была маленьким ребенком Якобы Иосиф Сталин спас ее Когда ей было два годика в Баку Она упала в море Он прыгнул за ней Вытащил ее на берег И таким образом Я тебя спас И я тебя в известном смысле утопил В следующий раз они встретились Когда Надежде было 16 А Сталину 38 Больше 20 лет разницы Похоже, устраивали обоих Она видела в этом опытном человеке Революционере с романтической биографией Истинного мужчину Лидера За которым можно идти Хоть на край света Ничего здесь такого экстраординарного нет Человек, который старше тебя Который Семь ссылок За его спиной Человек Если, так сказать, отвлечься от желания Обязательно сделать его Таким монстром Понимаете Человек, который был Думаю, что очень неглуп И достаточно начитан И Много видел Я думаю, это Достаточно Как сказать, скажем так Манка для Молодого Существа И потом Вот из того всего Что я о ней знаю И слышал Я думаю, что она была Такого романтического Склада Человеком Что Я думаю Обернулась И бедой для нее Что-то она Какой-то второй план Она, может быть, не видела Сталин же со своей стороны Прежде всего Видел перед собой Юное Прелестное Существо Чистое И нежное А главное Искренне Влюбленное В него Она очаровательная была Не обратить на нее Внимание было невозможно Это была Такая чистота Такая прелесть Такая Как говорили Старину Грация Такой Ум Замечательный Мягкий Но Вы знаете Он ведь вообще Очень нравился Женщинам Он Он умел Он знал К ним подход И в момент Разгара Романа С Аллилуева Это был 17-й год У него был роман С учительницей Параллельно Это мне рассказал Юрий Павлович Давыдов Большой Знаток архивов Вообще Той эпохи Ему можно верить Однако За нежной Юношеской Внешностью Надежды Умудренный Опытом Сталин Так же Как и сама Аллилуева В нем Самом Не увидел Более Глубинных Пластов Ее личности А ведь характер У его юной невесты Был тоже далеко Не подарок Сегодня известно Что Сергей Аллилуев Даже сделал Попытку Отговорить Сталина От брака Со своей дочерью Причем Не потому что Кто считал Сталин Сталин Ей не пара А потому что Был убежден Сама Надежда Слишком уж Не подходит Сталина Характер у нее Был тоже Тяжелый Сейчас Историки Рассматривают Ее характер И его характер И плюс И минус Когда два Плюса Или два Минуса Сходятся Ничего не получается Поэтому У кого из них Был сложнее характера Сейчас трудно сказать Надежда Сергеевна Тоже была Все-таки Сильная женщина Я не могу сказать Что она такая Простокваша Была Нет Вообще Восточные люди Они как-то Подчиняют К себе женщин Понимаете Это уже Как говорят Такая традиция Чтобы женщина Там сидела Молчала И он не ту взял Поначалу Пока была сильна Любовь А эти двое При всем Своем несходстве Действительно Очень сильно Любили друг друга Чувство Сглаживало Все острые углы С годами Жить вместе Становилось Еще сложнее Сталин В принципе Не был способен К компромиссам Она же В конце концов Просто устала От необходимости Постоянно Подстраиваться Под настроение мужа Идти у него В кельватере Последние годы Она была Очень несчастна И поэтому Наверное Те, кто ее вспоминает Они говорят Что от нее Веяло холодом От нее Веяло Наверное Не холодом От нее Веяло Бедой И ужасом И депрессией Потому что Она была Загнана в угол Она не хотела Жить со Сталином Уже больше И она понимала Что она не может От него уйти Что он ей не даст Даже тот факт Что Надежда Сергеевна Нигде и никогда Не именовала себя По фамилии мужа Говорит сам за себя Она стремилась Быть прежде всего Самой собой А не женой Отца народов Она была тоже Дитя своего времени Понимаете А когда носилась В воздухе Каждый должен Каким-то образом Состояться Кем-то быть Быть независимым Быть самостоятельным Я думаю Что ее тяготела Роль первой леди Ведь далеко не все Понимаете Любят Сидеть рядом с троном Повесив на себя бриллианты Понимаете У себя отголосками Я говорю Что я через свою Даже судьбу Это понимаю Понимаете Мне хотелось быть Независимым От этого имени И в профессии И в жизни Вот Независимым От этого имени Чтобы оно Оно и так тебе Как туча За тобой все время идет Да уж Даже в дрожь бросает Как представишь Каково это Жить под такой фамилией С тем грузом прошлого Который она с собой несет Нет Не дай бог И ладно бы Помимо этого Вашего груза прошлого Хоть что-то Там наследство осталось А так ведь Могин Ничегошеньки Одни только сплетни Кстати о сплетнях Говорят Жена-то Больная была Психическая Вот руки на себя И наложила Да что вы Действительно Ужасные мигрени Мучили Надежду Аллилуеву С самой ранней молодости Впоследствии Их связывали Со специфическим Строением черепа Надежды Сергеевны Которая и вызывала Эти мучительные боли Лучшая подруга Аллилуевой Мария Сванит Записала После смерти Нади Установили Что у нее был Череп самоубийцы Не знаю Так ли это Во всяком случае У нее был ранний климакс И она страдала Приливами И головными болями Она была Очень больной человек И тоже Из-за него Между прочим Потому что В истории ее болезни Отмечено Большое количество Абортов Он ее совершенно Не щадил И были головные боли Мигрени Но мигрени Понимаете Очень многих женщин И мужчин тоже Поэтому И никто не стреляется Из-за них Но она была Вообще Человек Нездоровый Уже к концу жизни Нездоровый Искалеченный Я бы так сказала Все кто В последние годы жизни Общался с Надеждой Аллилуевой Говорили о том Что была она Человеком Нервным И возбудимым Кто-то Как Молотов Списывал это На цыганскую кровь И темперамент Кто-то говорил о том Что в семье Аллилуевых Психические заболевания Были Не редкостью В Надежде Сергеевне Аллилуевой Обнаруживаются Неврологические Отклонения Не психические Неврологические Но надо сказать Что и психическая Наследственность В семье Аллилуевых Была не очень Хорошая Психическими Заболеваниями Страдала И Анна Сергеевна Аллилуева Психическими Заболеваниями Страдал Федор Сергеевич Брат ее Тем не менее Надежда Аллилуева Психопаткой Не была Если решилась На самоубийство То только Под очень Сильным стрессом Или Не менее Серьезным Давлением Со стороны Даже 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 Если Она Она бросала Все Свои Силы Не на Детей А на Мужа Для того Чтобы Муж Вот этот Клюющий Орел Клевал Не так больно То есть Она клала Свои руки Перед его Клювом И в конце Концов Сама Оказалась Его Жертвой Так что Что же Произошло В тот Трагический Для Надежды Аллилуевой День 8 ноября 1932 года Что Стало Для нее Последней Каплей Что Подтолкнуло К самоубийству В ходе Нашего Расследования Нам удалось Восстановить Все Буквально По минутам Приемному Сыну Сталина Артему Сергееву В год Смерти Аллилуевой Был 11 лет Как и ее Сыну Василию И Артем Федорович Вспоминал Что В праздничный Для всей страны День 7 ноября 1932 года Головные боли Мучили Аллилуеву Особенно сильно Во время парада Он и Надежда Сергеевна Стояли вместе У мавзолея Но она ушла До окончания парада Держась за голову На следующий день Мигрень не оставила ее Но она Как всегда Держала себя в руках И старалась Не подавать виду Тем более Что вечером Они с мужем Должны были быть В доме Учиты Ворошиловых На почти семейном Празднике Это был вечер Да, домашний Семейный Такой Но семейный Между собой Скажем так В честь Вот Годовщины Революции Было очень много Приглашенных В тот вечер Она Нарядилась Понимаете Какой-то у нее В душе Какой-то протест У нее Уже сформировался И ей Даже вот этот Ее наряд Она подстриглась Что было Большим для нее Поступком Потому что Всегда эти Пучочек И все Сделала какую-то Завивку Там шестимесячную Или что-то В волосах У нее была роза Она была Очень хорошим Красивым Кривдышиновым Тогда это было Модно Платье И вообще Выглядело Очень хорошо Как вспоминают Свидетели Атмосфера Была Вполне Приятная Гости Веселились Заводили Патефон Танцевали Сталин Понятно В танцах Участия Не принимал Аллилуева То ли не желая Его раздражать То ли мучаясь Головной болью Танцевать Также не захотела Но зато Взяла на себя Обязанность Менять Пластинки В патефоне После очередного Танца Гости Вернулись К столу Был произнесен Тост По-моему Даже Маршалом Тухачевским Но тогда Маршалов Не было Будущим Маршалом Тухачевским И Тот был За Красивых Женщин Она Продолжала Заводить Патефон Сталин Требовал Чтобы она Завела Песню Грузинскую Сулико Она Вроде бы Не слышала Тогда Он Взял Корку Апельсина И запустил В нее Со словами Эй ты Не слышишь Какой был Тост Запущенная Сталином Корка Попала Аллилуевой В лицо Скорее всего Это было Случайностью И оскорблять Ее столь Грубо Он не собирался Тем более Что самой Надежде Сергеевне Было прекрасно Известно Это его Привычка Кидаться Едой Да и вообще Любовь к разного Рода жестам Которые В его понимании Были Вполне Ласкательными А для других Оказывались Малоприятными Вот и ласка Была такая Допустим Он держал В руках Трубку И мог Трахнуть По голове Допустим Или по спине Это было Довольно больно И не совсем приятно Но вот у него Была такая Манера Прав был Ленин Когда говорил Чего взять С человека Который Только что С гор Спустился А он так Говорил Сплетничать Что да Но даже Если и врут То не сил По крайней мере Если Ленин Такого вслуха Не произносил То думал Так про Сталина Совершенно точно Вот тебе И отец народов Рассказывает Светлана Аллилуйя В своей книге Что Сталин За столом Себя вел плохо В одних Вариантах Значит Он бросался Значит Скатанным Хлебом В В декольте Жены маршала Егорова Значит Метка попадает В соответствующую Ложбинку А в другом варианте Бросался кот Апельсиновой коркой В свою жену Впрочем Первая версия Не исключает вторую И в этом случае Столь откровенное Заигрывание С другой женщиной А супруга Маршала Егорова По воспоминаниям Современников Была очень красива Во многом Могло спровоцировать Столь острую реакцию Надежды Аллилуевой На ту самую Злосчастную Апельсиновую корку Которую Сталин Запустил в нее Сопроводив словами Эй ты Аллилуева Тогда вспылила Сказав Я тебе не Эй У меня есть имя Она была Женщиной Величайшей Выдержки Понимаете Она не встала И не ушла Она осталась сидеть И он напивался Он ведь был алкоголик Понимаете Он был настоящий алкоголик Просто об этом Никто не пишет Но По всем симптомам Он был Просто алкоголик Вот И он постепенно Начинал напиваться А она Так сказать Видимо уже знала Чем заканчиваются Такие Так сказать Вечера И она Через некоторое время Чтобы это не было Демонстративно Стала и ушла Ну там за ней Пошла Полина Жемчужина Жена Молотова Женщины Которые были Подругами Достаточно долго Гуляли в Александровском Саду Надежда Сергеевна Негодовала Полина Семеновна Успокаивала Затем Первая ушла домой Вторая же Вернулась к Ворошилову Сталин покинул Этот гостеприимный дом Только под утро Причем Многие слышали Как он звонил И требовал машину Чтобы ехать Ночевать на ближнюю дачу В Кунцево Однако Утром он все-таки Оказался В своей Кремлевской квартире Тайны есть Да Моя версия Что он вернулся домой Состоялся Какой-то Ужасающий разговор И неважно Выстрел ли он Хотя вообще Очень странно Выстрел был В левый висок Она не была левшой Пуля вошла В левый висок Она была Правшой Вот Кстати Поэтому у нее Такой В гробу Зачес Такой очень сильно На левую сторону Вот эта сторона Что же произошло На самом деле К материалам Нашего расследования Мы приобщили Огромное количество Воспоминаний Тех людей Которые в те годы Были близки К семье Сталина К примеру Вот как вспоминал Тот страшный день Вячеслав Молотов Аллилуева была По-моему Немножко психопаткой В это время С этого вечера Она ушла Вместе с моей женой Полиной Семенной Они гуляли по Кремлю Это было поздно ночью И она жаловалась жене Что вот то ей не нравилось А это не нравилось Она очень ревновала его Цыганская кровь Я все-таки склонен думать Что это было самоубийство Мне кажется Что в дальнейшем Сталин мог вполне В стиле Иоанна Грозного Заточить свою жену Он мог от нее избавиться И здесь никакая Внешняя репутация В закрытом обществе Не имела бы для него значения Он мог бы Не устраняя ее физически Так или иначе Отодвинуть от себя В том числе посадить Он же посадил Жену Молотова Он мог посадить свою жену Я верю скорее В такую версию У нас есть сведения От родственницы Марии Сванидзе Марии Анисина Сванидзе Это жена Брата первой жены Сталина Которая в те годы Тоже жена Что в беседе С Надеждой Сергеевной Аллилуева Однажды она ей Сказала такие слова Что мне все надоело Она как все Она говорит Все надоело Жизнь надоела Сванидзе спрашивает А дети И дети тоже надоели Однако Анна Михайловна Ларина Супруга Николая Бухарина Однозначно указывает на то Что скорее всего Произошло убийство В своей книге Незабываемое Она пишет Как рассказывал Николай Иванович Полупьяный Сталин Бросал в лицо Надежде Сергеевне Окурки и апельсиновые корки Они сидели Друг против друга Сталин и Надежда Сергеевна А Николай Иванович Рядом с ней Возможно Через человека Точно не помню Утром Надежда Сергеевна Была обнаружена мертвой У гроба Надежды Сергеевна Был и Бухарин В такой момент Сталин счел уместным Подойти и сказать ему Что после банкета Он уехал на дачу А утром ему позвонили И сказали о случившемся Это противоречит тому Что сообщает Светлана Дочь Надежды Не хотел ли он Отвести от себя Подозрение в ее убийстве Было ли это убийство Или самоубийство Мне неизвестно Николай Иванович Убийство не исключал Циркулировали сплетни О том что Сталин сидел в кабинете Тихо вошла жена Он ее застрелил Циркулировала сплетни О том что Была семейная ссора Сталин выстрел в жену Она не умерла Он ее задушил Была версия о том Что Сталин Выкинул ее с балкона Но потом Охрана ее добила Чтобы Инсценировать самоубийство Были случаи о том Что из-за политического Какого-то конфликта Они также поссорились Он приказал НКВДшникам убить На политические причины Убийства Или самоубийства Надежды Аллилуевой Указывает и Вездесущий Лев Троцкий Он писал В самый разгар Сплошной коллективизации Голода в деревне Массовых расстрелов Когда Сталин находился Почти в полном Политическом одиночестве Аллилуева Видимо под влиянием отца Настаивала на необходимости Перемены политики в деревне Кроме того Мать Аллилуевой Тесно связанная С деревней Постоянно рассказывала Ей о тех ужасах Которые творятся В деревне Аллилуева Рассказывала Об этом Сталину Который запретил Ей встречаться Со своей матерью И принимать ее В Кремле Аллилуева Встречалась с ней В городе И настроения ее Все укреплялись Однажды На вечеринке Не то у Ворошилова Не то у Горького Аллилуева Осмелилась Выступить против Сталина И он ее публично Обложил по матушке Придя домой Она покончила Самоубийством Анна Аллилуева Вспоминала Что когда жили Сложно и плохо Лев Троцкий Немножко помогал Потому что Надежда Аллилуева Корила Сталина Денег мало Посмотри Вот Живут напротив Живут рядом Такие же большевики Но они ездят в командировки По заграницам У них есть деньги А у нас денег нет И тогда же Именно Лев Троцкий Именно от него По воспоминаниям Анны Аллилуевой Была подарена Колясочка Маленькому Василию Сталину Вот такие сложные Отношения С Троцким Шла борьба За власть Шла борьба С оппозицией И это была Не просто Идейная борьба А борьба Потом Перемешанная С Уголовным Наказанием И с проведением Судебных процессов Ей это было Все не понутру И она Многое Высказывала Ему В лицо Она была Очень Исключительно Честной Принципиальной Женщиной Сноха Каменева Галина Сергеевна Кравченко Оставила Такие воспоминания О последнем Вечере В жизни Надежды Аллилуевой Она кричала В тот вечер Перед смертью Я вас всех ненавижу У вас такой стол А народ голодает У нее было Большое разочарование В политике Которой она Сначала увлекалась Разочарование Как шок Первая Обнаружила Тело Надежды Сергеевны Домоправительница Каролина Которая Внесла ей завтрак Она долго ждала Когда та проснется Ну она не выходила Наконец Женщина решилась И войдя в комнату Увидела Мертвую Надежду Аллилуеву И крохотный Пистолетик Выпавший Из ее руки Большинство историков С подачи Светланы Аллилуевой Полагают Что это был Вальтер Нам же В ходе Нашего расследования Удалось установить Что это было Не так Она Застрелилась Из пистолета Который подарил Ей Ее брат Павел Который в Германии Работал Ну Светлана Аллилуева Пишет Что он Пистолет Вальтер У нас Светлана Она же Небольшой Специалист В оружии Что вальтер Что парабелл Что трехлинейка Что пулемет Максим Безразличный Не вальтер Это было Это был Дамская модификация Пистолета Маузер Действительно Крохотный пистолет Кобура Которого помещалась На женской ладони Возбуждать уголовное дело По факту смерти Надежды Аллилуевой Не стали Писательница Лариса Васильева В свое время Обратилась в КГБ Просила разрешения Ознакомиться Со следственными Материалами По делу о самоубийстве Надежды Аллилуевой И получила Такой ответ Дела Аллилуевой Не существует Товарищ Сталин Отдал приказ Не возбуждать его Что такое Возбуждение уголовного дела По факту самоубийства И проведение Предварительного следствия Это прежде всего Осмотр места происшествия В квартиру Сталина Должны войти Сотрудники НКВД С понятыми Осмотреть место происшествия После проводятся Процедуры Изъятия Вещественных Доказательств Это значит Что из квартиры Главы государства Должны были Забрать Постельные Принадлежности Пододеяльник Наволочку Простыню На которых В эту ночь Спала его жена Пистолет Из которого Она стрелялась Потом приходит Очередь Различных Экспертиз Одна Неприятнее Другой Потом Начинаются Допросы Кого надо Допрашивать Первое Сталина Ворошилова Молотова Их жен Ну что это такое Значит Никто Конечно На это Не пошел Поэтому В прессе Было Опубликовано Загадочно Безвременно Что-то такое Безвременно Ушла из жизни Жена Товарища Сталина Светлана Светлана Аллилуева Писала Первые дни Он был Потрясен Он говорил Что ему Самому Не хочется Больше жить Отца Боялись Оставить Одного В таком Он был Состоянии Это был Для него Очень страшным Ударом Он Сидел Державшись Руками За гол И повторял За что За что Она меня Наказала И впервые Как вспоминает Молотов Впервые В жизни Они были знакомы Очень долгие годы Он видел Как Сталин Откровенно Рыдал Все та же Светлана Аллилуева Чьи воспоминания Мы уже не раз Использовали В нашем расследовании Пишет Временами На него Находила Какая-то Злоба Ярость Это объяснялось Тем Что мама Оставила ему Письмо Очевидно Она написала Его ночью Я никогда Разумеется Его не видела Его наверное Тут же уничтожили Но оно было Об этом Не говорили Те кто его видел Оно было ужасным Оно было Полно обвинений И упреков Это было не просто Личное письмо Это было письмо Отчасти политическое И прочитав его Отец мог подумать Что мама Только для видимости Была рядом с ним А на самом деле Шла где-то рядом С оппозицией Тех лет Он был потрясен Этим И разгневан То что писала Надежда Аллилуева Перед смертью Вот эту вот Ее предсмертную записку Сталин очень быстро Уничтожил Никто ее К ней не прикасался Не читал Единственное что Как в дальнейшем Рассказывала Светлане Аллилуева Экономка Которая Первая в принципе И обнарушила тело Что там было Очень много Довольно Глупых обвинений Сталина И в изменении Там было кое-что О политике Но она Прочитала это По диагонали Боясь Влезть в чужую тайну А Сталин Никому давать Читать Не собирался И уничтожил ее А потому мы Скорее всего Никогда не узнаем Что же именно Стало истинной Причиной смерти Надежды Аллилуевой Ревность Или политика Никита Хрущев В своих мемуарах Высказывает Сразу несколько версий Я с глубоким уважением Относился К Надежде Аллилуевой Пишет он Она так Отличалась От Сталина Она умерла При загадочных Обстоятельствах Но как бы Она не умерла Причиной ее смерти Были Какие-то Действия Сталина Думаю Психологически Гибель жены Его все же Уязвила Это напоминает Сюжет Есть такая Пьеса Каллигула Написанная В 45-м году Альбером Камю О природе Авторитаризма О природе Диктатуры И там Как раз Каллигула После смерти Своей жены Становится Настоящим Тираном И идет По пути Репрессий Мне кажется Искусство Всегда очень точно Отражало Такие сценарии Это логическое Построение Что Сталин Закрутил Маховик Репрессий Именно после Смерти жены Ожесточенной Ее самоубийством Имеет достаточно Широкое Хождение Среди Историков Но есть И решительные Противники Этой версии Да слушайте Он уже К тому времени Провел Коллективизацию Не дрогнувшей Рукой Понимаете Уже шел В полные В полные Обороты Набрал Так сказать Голод на Украине Голод в Казахстане Голод по всей стране Когда он Уничтожал Крестьянство Которое он Ненавидел Просто в 37-м году Пришла очередь Интеллигенции Решение вопроса А до этого Достаточно вспомнить Что он наворотил Она не при чем Сталин 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 Конечно Был Религиозным Фанатиком Только на месте Религии У него была Идеология Социалистического Строительства Он был Весь посвящен Строительству Такого Монастыря Под названием Советский Союз Возведению Стен Вокруг Этого Монастыря А у монахов Нет жен и детей Только братья По вере Весь Огромный Советский Союз И политбюро Как некий Орден Который взял На себя Руководство Жизнью Возводимого Монастыря Я генералиссимус И у меня нет Родственников У меня нет Реальных родственников Мои родственники Весь Советский Союз И я могу Этих родственников Топтать Уничтожать Возвеличивать Давать им Свою сталинскую премию Но все это Мой монастырь Это очень странная Концепция Строительства Царствия Божия На земле Именно так Я воспринимаю Отношение Сталина К похоронам Аллилуевой И в том числе Это презрение Конкретному погребению Презрение К гробу Он движется дальше Он не опускается До мещанства Под названием Погребение Для него Это не главное Всем известно Что еще со времен Ленина Церковь у нас Была в полном загоне И только во время Великой Отечественной Войны Сталин ослабил Свою хватку На шее у религии Пытаясь В годы всенародного Несчастья Опереться на ее Все еще сильный Авторитет В этом смысле Очень интересен факт Что именно На годы войны Приходятся и немногие Посещения Сталином Могилы Своей погибшей Жены Может быть Одно связано С другим Может быть Военные годы Годы действительно Серьезных испытаний И для страны И для него самого Перевернули Что-то В душе Диктатора Сталин имел Покаяние В конце жизни Он имел Покаяние Об этом В книге Володя Левуев Пишет В частности И я слышал Эту Эту Историю Ее все Замалчивали Потому что Как бы это Не вяжется Одно с другим Хотя Вроде бы Как бы он Атеист Сталин И от Бога А кто-то из мудрых Сказал верно Что вообще Атеизм Это ход Бога С черного хода Понимаете И я думаю Что это очень правильно В Библии сказано Бог есть Любовь Бывший помощник Коменданта Сталинской дачи Петр Лозгачев Вспоминал В последний год Своей жизни Именно в ту пору Когда Сталин Ездил на исповедь И покаяние Он стал все чаще Вспоминать О надежде Аллилуевой В столовой На стене Появился Ее портрет Возможно Тот Который По указанию Вождя В морге Написал Художник Александр Герасимов Сталин Подолгу Стоял перед ним И о чем-то Размышлял О чем Вряд ли Кто-то И сегодня Сможет Дать ответ На этот Короткий И казалось бы Очень простой Вопрос Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...